Позволите два очень коротких вопроса. Один к Максиму Леонидовичу тогда быстро. У нас несколько лет назад появился опыт тестирования около 150 больных на системе АйСет, фильтрационной методики, аналогичной той, что вы демонстрировали, скринсел, чуть более сложной. И в том числе достаточно часто у пациента выявлялись циркулирующие кластеры опухолевых клеток. Хотел просто какого-то комментария по поводу этого феномена услышать, если это возможно. Артефакт ли это методики или это все-таки один из феноменов, сопровождающих циркуляцию опухоли в кровотоке? И второй вопрос, но, наверное, более к Михаилу Юрьевичу, это по... Ну, нельзя ли надеяться на то, что как раз частота выявления маркеров стволовых клеток рака в циркуляции это какой-то путь к пониманию природы метахронного метастазирования? И может быть, может ли в перспективе или какие-то теоретические работы, пока есть фундаментальные, которые позволят нам выделять больных, более склонных к развитию метахронных метастазов, как-то индивидуализировать их лечение или наблюдение? Мне кажется, пока Михаил Юрьевич думает, как на этот вопрос ответить кратко, ответит Михаил Юрьевич на первый вопрос. А вы про какую локализацию говорите? Ну, у нас опыт был, половина больных рак молочной железы, остальная группа гетерогенная, в основном опухолебрюшной полости, это желудок и поджелудочная железа. Понятно. Ну, я не стал говорить про кластеры. Кластеры действительно, это отдельный маркер, он гораздо более прогнозичный по отношению, ну, то есть они с значительно большей вероятностью превратятся в метастазы. Для разных локализаций показана, ну, разная встречаемость кластеров и, соответственно, их размер. То есть это нормальное явление, то, что вы видели. И метод, который вы использовали, он как раз, ну, хорош именно для их выявления, потому что селсвеч, например, он жестко очень, как бы, отмывает и разрушаются кластеры, а у вас это действительно должно было выделяться и очень логично. Другое дело, что, опять-таки, с этим делать дальше, если вы видите у пациента эти кластеры. Михаил Юрьевич, пожалуйста. Мы вообще хотим вас видеть в президиуме. Я буду закрывать экран. Потому что у нас будут еще доклады, вы нам полезны. Хорошо, я попробую поместиться. Не знаю, наверное, если краткий ответ будет такой. А в плане, если среднего ответа, то, но опять же, мы знаем, что если в первичной опухоли мы видим те или иные маркеры стволовости, да, всякие 44, 133 CD и так далее, это опухоли, тегидрогеназа экспрессии, как правило, по периферии, то, по правилу, это опухоли с частым поражением лимфоузлов, отдаленных метастазов, которые возникают и так далее. Опять же, если это стволовые, если это циркулирующие опухоли и клетки, я не биолог, сколько может она циркулировать в крови, не знаю. Наверняка она где-то находит нишу и, опять же, она меняет свою природу, да, переходя из, потеряя мезонхимальный компонент, переходя в эпителиальную больше структуру, как мне видится в моем таком тупом понимании клинициста. Но и, опять же, по ним ориентироваться, будет ли метахронное метастазирование или нет, это можно изучать, никто не спорит, но, опять же, как это повлияет. Да, вы будете чаще делать КТ этим больным, ПЭТ-КТ, не знаю, маркер каждый день сдавать. Но, опять же, нам будет очень трудно понимать, когда их лечить. Вот мы видим эти клеточки. Ну и что? Мы дадим химиотерапию, а если они менее чувствительны, чем другие, они не отражают ту опухолевую массу, которая будет в метастазах. Тем метастазы, когда появятся, они будут, возможно, совсем другие. Поэтому здесь очень-очень трудно ориентироваться на них, как суррогат или предиктор выбора терапии и как это изменит. Потому что она не отражает действительно ситуацию, когда возникнут метастазы. Вот, на мой взгляд, я, естественно, трудно сказать, затрудняюсь на это. Спасибо, Михаил Юрьевич. Спасибо, Михаил Юрьевич.